7 октября военкоры Министерства обороны ДНР, двигаясь со стороны аэропорта по Киевскому району примерно в 15.30, заметили столб дыма со стороны улицы Берзарина. Подъехав ближе, выяснилось, что удар был нанесен из 120-мм миномета по частному дому Берзарина 65. По словам соседей, там могла находиться женщина. Военные корреспонденты до прибытия пожарной машины вместе с местными жителями самостоятельно пытались проникнуть в дом и проверить эту информацию, решив, что хозяйка дома могла спрятаться в подвале перед минометным обстрелом. К сожалению, вход в подвал оказался в зоне попадания снаряда и подобраться туда самостоятельно не представлялось возможным. Пока пламенем не была объята другая часть дома, военкоры пробрались туда, но нашли только собаку бойцовской породы, которая не подходила к чужим. Собаку удалось спасти только по приезду хозяина дома, зятя женщины, возможно, находившейся в доме. Приехавшие пожарные первым делом начали тушить ту часть дома, где был подвал. Пробравшись внутрь подвала, еще долго не могли понять, есть там человек или нет. Что здесь произошло сегодня? Попадание в мой дом. Вы здесь живете, да? Да. А с кем? С женой, с дочкой, с сестрой, с тещей. Как вы узнали, что ваш дом горит? Вас на месте не было, насколько я понимаю, да? Соседка, как предупредивая. Мы уехали на неделю, были в дом, ну, друзей. Так, она вам позвонила и сказала, что дом горит, да? В доме кто-то находился в этот момент? Ну, вот теща и собака. Ну, теща, насколько мы поняли, еще неизвестно. Может быть там, может быть не там, да? Так что будем надеяться, что все-таки она пошла куда-то по делам. Собаку успели вытащить, собака жива, да? Опасения подтвердились. Женщину нашли мертвой. Она успела спрятаться, но, по предварительной версии, задохнулась угарным газом, так как вход в подвал был открыт. Собаку успели вытащить, собака жива, да? Собаку успели вытащить. Продолжение следует...